Что такое день рождения города или района? Это праздник каждого, кто живет на этой территории, каждого, кто встает утром, чтобы пойти на работу, чтобы растить детей, чтобы возделывать землю. Всех, кто своим ежедневным трудом делает лучше нашу общую жизнь. Потому, по традиции, в день рождения Славянского района в городском Доме культуры имени заслуженного работника культуры РСФСР Николая Бондаренко прошло торжественное чествование наших земляков. Тему продолжит Мария Климова. В зале городского Дома культуры не было свободных мест. Ведь благодарить за труд в нашем районе есть кого. Труженики села и социальной сферы, представители бизнеса, силовых структур, предприятий и учреждений района, молодежь и члены общественных объединений и, конечно же, почетные жители города и района. Традиционно приветствовал собравшийся глава Славянского района Роман Синеговский. Он поблагодарил земляков за тот пример самоотверженного труда, любви к своей малой родине, который они ежедневно демонстрируют. Большое спасибо за труд. Я уверен, что совместными усилиями мы сделаем нашу малую родную родину более красивой, благоустроенной, удобной для проживания. Я вижу, что у нас с вами многое получается. Славянский район нравится людям, которые приезжают к нам в гости, и они хотят ещё сюда приезжать. Те жители, которые проживают здесь, они не хотят уезжать отсюда. Поэтому, дорогие друзья, всем вам большое-большое спасибо. Мира, добра, благополучия и процветания нашему родному району. Наш район празднует свой день рождения сразу после значимой даты для всей Кубани – 80-летия образования Краснодарского края. В честь этого события 23-м жителям Славянского района за добросовестный труд на благо Кубани были вручены юбилейные медали. В числе награждённых работники промышленности, строительства, сельского хозяйства, отрасли ЖКХ, культработники, общественные деятели и педагоги. Все эти люди беззаветно преданы своей малой родине. 29 лет живу в Славянском районе, и с каждым днём всё больше и больше его люблю. Влюбляюсь в природу, влюбляюсь в людей, влюбляюсь в город, в район, потому что очень много изменений, очень много связано в жизни, в работе, в семье со Славянским районом. Поэтому здесь уже все корни, здесь вся основа, любимая работа, лучшие друзья, семья. И самое главное, благоприятный, богатый добрыми, хорошими людьми район, ну и край в целом. Поэтому очень люблю и очень рада, что здесь живу. Отдельной строкой на мероприятии были отмечены номинанты краевой экспедиции «Имя Кубани». Наших ветеранов Василия Васильевича Вертеля и Анатолия Даниловича Шишацкого, номинантов названия «Боевое имя Кубани» зал приветствовал стоя. «Шишацкий Анатолий Данилович, ветеран Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды, медалью «Задовестный труд». Всего же семеро наших земляков в номинации «Боевое», «Трудовое», «Духовное», «Благотворительное» и «Молодое имя» стали почетными оплодателями медали «Имя Кубани». Их вклад в развитие и процветание Славянского района переоценить невозможно. «Я же трудовой человек. Я прошла до самой пенсии. Рисом занимала. Главное, агрономом, говорится, была риса на многих хозяйствах. Везде я имела предпочтение, не как женщина, а как труженик рисовых полей. Люблю я эту культуру. Пошла тоже по стопам своему супругу покойного, потому что он был уже предзащитой диссертации рису. Мы здесь вот прошли всю свою жизнь. Я окончила свою жизнь в смысле того, что рабочую с рисом рассталась. А творчество – это моя любимая. Бог дал талант, дал голос, дал слух, дал что-то еще, и привязанность к хоровому пению. Продолжаю работать, работала. В День района традиционно проходит и еще одно значимое событие – присвоение звания «Почетный житель района». Именно награждаемых объявил председатель районного совета Григорий Литовко. Позвольте мне выполнить приятную миссию решением 22-й сессии Совета муниципального образования «Славянский район» от 23 августа 2017 года за номером 9 почетное звание «Почетный гражданин Славянского района» присвоено Куричему Евгению Павловичу, Леонову Евгению Владимировичу. Славянский район для нас не просто место жительства. Это общий дом, объединяющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое целое. Энергия, с которой его жители берутся за дело и искренняя забота о благополучии района вызывают уважение и уверенность в том, что наш большой общий дом с каждым годом будет становиться все краше. 13 жителей района стали обладателями наград в номинации «Человек своей земли». Каждый из них любит свою родину и, конечно, свою работу. Люблю людей, хочу помочь, обратиться чисто по-человечески. Знаете, не столько мы лечим лекарствами, сколько мы лечим словом. Поварила, рассказала, от и до все назначила. И как-то люди ко мне, я к ним с хорошей душой. Всего в этот день на торжестве были отмечены более 50 человек. В 93 года наш район по-прежнему молод, красив, полон жизни и устремлен в будущее. Счастливые лица жителей района, улыбки и радость детей тому подтверждение. А те, кто побывал у нас в гостях, обязательно хотят вернуться сюда еще раз. Потому что у нас действительно хорошо и есть все условия для благополучной жизни. Мария Климова, Александр Косицын. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова